Без знания этих тем седьмого класса невозможно сдать ОГЭ по русскому языку. В этом занятии рассмотрим самые важные темы и сложные, которые точно встретятся в орфографическом анализе. Меня зовут Настя Гласная, я преподаватель русского языка в онлайн-школе Умскол. У меня есть открытый телеграм-канал, он называется «Территория русского языка». Обязательно переходи по этому QR-коду или по ссылке прямо в описании к этому видео и подписывайся. В моем открытом телеграм-канале ты найдешь огромное количество полезных и бесплатных файлов для подготовки, в том числе всю орфографию для ОГЭ. Буду тебя очень ждать. Итак, первая тема, которая проходится в седьмом классе и точно встретится на экзамене, это правописание глаголов и глагольных форм. Для того, чтобы понимать, как пишутся глаголы, как пишутся глагольные формы, мы должны в первую очередь знать, что у глаголов есть спряжение. Все глаголы в русском языке можно разделить на глаголы первого спряжения и глаголы второго спряжения. Разно спрягаемые глаголы на ОГЭ по русскому языку не встречаются, поэтому мы рассмотрим именно первое и второе спряжения. Обычно объяснение этого материала начинается как раз со второго спряжения, потому что запомнить глаголы второго спряжения достаточно просто. Для того, чтобы определить спряжение глагола, мы должны найти неопределенную форму этого глагола, то есть инфинитив. Инфинитив отвечает на вопросы, что делать-те, что сделать-те. И вот когда мы определим инфинитив глагола, мы сможем понять, какое это спряжение. Соответственно, если глагол в инфинитиве оканчивается на "-ить", то, скорее всего, это глагол второго спряжения. Конечно, кроме глаголов-исключений. А если в инфинитиве глагол не оканчивается на "-ить", оканчивается на "-ать", "-ять", "-уть", "-ти", и так далее, то, скорее всего, это глагол первого споряжения, естественно, кроме исключений. То есть, в первую очередь нужно зафиксировать, что для того, чтобы определить споряжение глагола, мы должны найти инфинитив, то есть неопределенную форму. Для этого мы должны задать вопрос к этому глаголу, что делаете, либо что сделаете. Если глагол в инфинитиве оканчивается на "-ить", то, скорее всего, это глагол второго споряжения. Если глагол в инфинитиве не оканчивается на "-ить", то, скорее всего, это глагол первого споряжения. Естественно, и там, и там есть свои исключения. То есть, действительно, в русском языке есть глаголы брить, стелить, зиждеться, зыбиться. Напомню, что зиждеться и зыбиться – это архаичные, то есть устаревшие глаголы. И они в инфинитиве оканчиваются на "-ить", казалось бы. Но при этом они спрягаются как глаголы первого споряжения, потому что это исключение из второго. Соответственно, все эти четыре глагола мы причисляем к глаголам первого споряжения. И они будут иметь личные окончания глаголов первого споряжения. Конечно же, в русском языке есть и ряд глаголов на "-ить", на "-ать", которые относятся ко второму споряжению. То есть, они из первого споряжения перешли во второе, потому что они будут спрягаться, то есть изменять свои окончания, по принципу глаголов второго споряжения. Их всего 11, и, естественно, нужно их выучить. Мы обязательно должны обращать внимание на исключения, потому что исключения точно встретятся на экзамене по русскому языку. И мы точно должны понимать, как изменяются эти глаголы. Более того, в русском языке есть ряд глаголов, чей инфинитив определить очень сложно. Поэтому я их тоже перечислила. Есть ряд глаголов на "-ять", которые относятся к первому споряжению. И есть глагол клеить, который пишут абсолютно по-разному. Я вижу, как его пишут на "-ять", клеять, на "-ять", клеять и так далее. Ни в коем случае. Глагол клеить в инфинитиве оканчивается исключительно на "-ить", и относится ко второму споряжению. И, соответственно, изменяется этот глагол по принципу второго споряжения. Вот это то, что мы должны знать о споряжении глагола. Но, конечно, русский язык не был бы великим и могучим, если бы не было и других исключений в том числе. Обычно ребята думают, что определить споряжение глагола можно исключительно по инфинитиву. Но давай рассмотрим такую замечательную схему определения споряжения глагола. В русском языке есть ряд глаголов, которые имеют ударные личные окончания. Сюда, к примеру, относится глагол спать. Казалось бы, в инфинитиве глагол спать оканчивается на "-ать", но при этом, если мы будем его изменять, то мы увидим эти ударные личные окончания. Он спит. Они спят. И получается, что как будто бы у глагола первого споряжения, ведь он в инфинитиве оканчивается на "-ать", появляются личные окончания глагола второго споряжения? Конечно же, нет. Для того, чтобы определить споряжение глагола, в первую очередь мы должны задать себе вопрос. А не имеет ли этот глагол ударные личные окончания? Как глагол спать? Спит. Спят. Если мы понимаем, что у глагола окончание под ударением, то в этом случае, да, мы должны определить споряжение именно по личному ударному окончанию этого глагола. Если же окончания глагола безударные, то в этом случае мы должны поставить глагол в неопределенную форму и по неопределенной форме, то есть по инфинитиву, определять споряжение. Помнишь, глагол наить, скорее всего, второго спряжения? Глагол не наить, скорее всего, второго спряжения. Всегда помните, что у ряда глаголов в русском языке ударные личные окончания. И мы действительно должны определять спряжение таких глаголов по ударному личному окончанию, а не по инфинитиву. Следующий абсолютно закономерный вопрос, который возникает. Ну хорошо, я более-менее понимаю, что такое спряжение глагола, я более-менее понимаю, как определить спряжение глагола, но где мне это пригодится? Безусловно, спряжение глагола нужно знать не просто для того, чтобы знать, а для того, чтобы понимать, как писать личные окончания этих глаголов. Если мы определили, что глагол относится к первому спряжению, то в его личных окончаниях, ударных, безударных, могут быть исключительно гласные е, у, ю. Поэтому, к примеру, мурлычут, а не мурлычат, кошки. Ведь мурлыкать – глагол наать, а значит, это глагол первого спряжения. А в личных окончаниях глаголов первого спряжения могут быть только гласные е, у, ю. Поэтому мурлычут. Если же мы определили, что это глагол второго спряжения, то в личных окончаниях могут быть только гласные и, а, я. Например, они дышат, а не дышут. Потому что мы понимаем, что дышать – это исключение из первого спряжения, а значит, это глагол второго спряжения. И вот какие гласные могут встречаться. Очень сложно просто взять и запомнить эти буквы. Здесь существует романтичное правило. Оно так и называется «целую, милая». Всего два слова позволят нам запомнить, какие гласные могут быть в личных окончаниях глаголов первого спряжения и второго спряжения. В слове «целую» содержатся гласные «е», «у», «ю». И это те гласные, которые могут быть в личных окончаниях глаголов первого спряжения. А в слове «милая» содержатся гласные «и», «а», «я». И это те гласные, которые могут быть в личных окончаниях глаголов второго спряжения. Давай подытожим. Для того, чтобы определить спряжение глагола, мы, безусловно, должны понять в первую очередь, не имеет ли этот глагол ударные личные окончания. Если личное окончание глагола «ударный», например, «спит», «спят», то мы определяем спряжение глагола по ударному личному окончанию. Например, мы можем сделать вывод, что глагол «спать» относится ко второму спряжению, потому что мы видим в личных окончаниях гласные «и», «я». А мы понимаем, что в личных окончаниях глаголов второго спряжения могут быть гласные «и», «я», «я». Значит, и «спать» – это глагол второго спряжения. Если же у глагола безударные личные окончания, то в этом случае мы определяем инфинитив. Если мы видим, что в инфинитиве глагол оканчивается на "-ить", то, скорее всего, это глагол второго спряжения, кроме исключений. Если глагол в инфинитиве оканчивается не на "-ить", то, скорее всего, это глагол первого спряжения, кроме исключений. И, безусловно, когда мы работаем с различными глагольными формами, а именно причастием и депричастием, мы также должны знать спряжение глаголов. То есть, для чего мы так много времени уделяем спряжению глагола? А потому что от спряжения глагола зависит не только то, как мы напишем сам глагол в какой-то форме. От спряжения глагола зависит, как мы напишем ту или иную глагольную форму, а именно причастие и депричастие. И это одна из сложнейших тем седьмого класса. И эта тема точно встречается, и сейчас мы на практике будем ее закреплять. Правописание глаголов и глагольных форм. Это абсолютно типовое задание, орфографический анализ. Нам нужно указать варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Итак, дышит. В безударном окончании глагола первого спряжения пишется и. Первый вариант ответа мы сразу можем зачеркнуть. Почему? Потому что мы всегда помним это романтичное правило. Целую, милая. И мы понимаем, что в личных окончаниях глаголов первого спряжения могут быть только гласные е, у, ю. А здесь гласное и. Значит, это точно не первое спряжение. Это второе спряжение. Вы меня спросите, а почему так? Ведь глагол в инфинитиве оканчивается на «ать», а не на «ить». А я отвечу. Потому что «дышать» – это исключение из первого спряжения. Это глагол второго спряжения. Поэтому и личные окончания этого глагола будут второго спряжения. Поэтому первый вариант ответа не подходит. Смотрим второй. Они по-люд. Правописание окончания глагола определяется принадлежностью к первому спряжению. Здесь согласно. Действительно, здесь мы наблюдаем окончание «ют», и мы сразу понимаем, что это глагол первого спряжения. Мы можем себя перепроверить. Инфинитив – «полоть». Глагол на «оть», не на «ить». Это действительно первое спряжение. Поэтому первую цифру, которую мы запишем – «два». Напишите. Правописание окончания глагола определяется принадлежностью к первому спряжению. И снова я согласна на 100%. Здесь мы видим окончание «е-те». И действительно, здесь в окончании гласное «е», которое может быть в личном окончании глагола первого спряжения. Мы себя перепроверим. Инфинитив – «написать», глагол на «ать», не на «ить». Это не исключение, поэтому «да», подходит. Четвертое – «напоит коней». Написание суффикса «и» объясняется тем, что это глагол второго спряжения. Здесь, конечно, нам не подходит. Потому что это ни в коем случае не суффикс, это окончание. И вот мы подошли к очень важной теме. Где же чаще всего ловят выпускников в орфографическом анализе? Безусловно, это части речи. Безусловно, это морфология. И, конечно, это морфемика, то есть части слова. «Ид» – это личное окончание. Ни в коем случае не суффикс. И вот если бы мы отметили этот вариант ответа, то он бы оказался неверным, потому что это никакой не суффикс. Это исключительно личное окончание глагола второго спряжения. Ну и последний. «Вертеть». Глагол является словом-исключением из первого спряжения согласно на 100%. «Вертеть» – это исключение из первого спряжения, поэтому «вертит», «вертят» – это глагол второго спряжения. Пятый вариант ответа нам тоже подходит. И, конечно же, наш ответ 2, 3, 5. Еще раз, спряжение глаголов нужно знать обязательно. В том числе обязательно нужно понимать, какие есть исключения из первого и второго спряжений, потому что они точно будут встречаться в орфографическом анализе. Следующее задание. «Участвовать». В форме первого лица единственного числа настоящего времени суффикс «ово» не выпадает. Это еще одна важнейшая тема, которая касается правописания глаголов. Какой же суффикс написать «ово» или «ыво»? Я думаю, часто каждый задумывается. «Участвовать» или «участвовать». Для того, чтобы себя перепроверить, мы должны четко понимать, что суффикс «ово» выпадает, убегает в форме первого лица единственного числа, а суффикс «ыво» сохраняется в форме первого лица единственного числа. Вот, допустим, почему здесь, в инфинитиве, мы четко понимаем, что должен быть суффикс «ово». А потому что «я участвую». Суффикс «ово» убежал. Суффикс «ово» выпал в форме первого лица единственного числа «я участвую». Именно поэтому первый вариант ответа нам и не подходит. Суффикс «ово» выпадает в форме первого лица единственного числа, а вот суффикс «ыво» сохраняется. «Испытывал» в форме первого лица единственного числа настоящего времени Глагол оканчивается на «ы-во-ю», согласна. Я испытываю. Вот в чем суть. Вот как понять, какой суффикс написать «ова» или «ыва». Прямо запоминаем, что суффикс «ова» в форме первого лица единственного числа выпадает. Я участвую, поэтому участвовать. А вот суффикс «ыва» сохраняется в форме первого лица единственного числа. Именно поэтому «испытывал», «испытывать», а не «испытовать», например. Согласна, второй вариант ответа нам подходит. Напишите мне вечером. Написание суффикса «и» объясняется тем, что глагол стоит в повелительном наклонении. И вот сейчас мы подошли к одной из самых распространенных ошибок, которые я замечаю постоянно. Очень часто я вижу, что глагол в изъявительном наклонении пишут с «и». И у нас уже был такой пример в предыдущем задании. Обрати внимание. Напи-ше-те. И это абсолютно верное личное окончание. Глагола «написать» в изъявительном наклонении. Напишите мне когда-нибудь, к примеру. Поскольку глагол «написать» относится к первому спряжению, здесь и окончание соответствующее. Окончание первого спряжения. Но как же часто я вижу, что здесь в личном окончании пытаются написать «и». На самом деле, даже если мы напишем «и», то такая форма, такой вариант тоже существует. Но исключительно в повелительном наклонении напишите. И тогда «и» будет только суффиксом. Поэтому третий вариант ответа здесь тоже подходит. Это действительно суффикс. И это суффикс повелительного наклонения, когда мы побуждаем кого-то к действию. В окончании этого глагола первого спряжения мы напишем исключительно гласную «е». Завидую. В инфинитиве глагола есть суффикс «ыва». Конечно же, это неверно. Мы проверяем написание суффиксов «ово», «ыва» по форме первого лица единственного числа. Здесь «завидую». Суффикса «ыва» нет. А значит, и в инфинитиве его быть не может. Поэтому мы напишем «завидовать», а не «завидывать». Поэтому четвертый вариант ответа «мимо». Ну и последний «исповедовать» в форме первого лица единственного числа настоящего времени глагол оканчивается на «ую». Действительно, «исповедую». Именно по этой причине мы наблюдаем суффикс «ово». И наш ответ «два, три, пять». Это еще одно важнейшее правило, которое также встречается на экзамене. Правописание суффиксов «ово», «ыва». Проверяем по форме первого лица единственного числа настоящего времени. Суффикс «ово» убегает, суффикс «ыва» сохраняется. И, конечно, не путайте суффикс повелительного наклонения «и» и просто личное окончание глагола. Это очень важно. Следующее задание. Нам нужно вставить пропущенные буквы, это уже типовое задание «семь», и указать все цифры, на месте которых пишется буква «я». После того, как растаял снег, мы засеяли рожь. Глядя на это, дед понадеялся, что зерно не побьет мороза. Все это глаголы в форме прошедшего времени. И везде мы наблюдаем этот формообразующий суффикс «л». Как же мы можем определить, какой гласный написать перед этим суффиксом? Все очень просто. Перед суффиксом «л» прошедшего времени глагола мы пишем ту же гласную, что стоит перед «се» в инфинитиве. Растоять, поэтому растоял. Засеять, поэтому засеяли. Понадеяться, поэтому понадеялся. И везде мы видим, что эти глаголы в инфинитиве оканчиваются на «ядь». То есть перед «те» стоит буква «я». Поэтому перед суффиксом «л» мы тот же самый суффикс «я» сохраняем. И наш ответ «один», «два» и «три». Здесь нам не нужно определять спряжение глагола. Все, что от нас требуется, просто посмотреть. Какая гласная стоит перед суффиксом «те» в инфинитиве. И то же самое написать перед формообразующим суффиксом «л» прошедшего времени глагола. Еще задание тоже касается правописания глагольных форм. «Тающего снега» пишется суффикс действительного причастия «ющ», так как слово образовано от глагола второго спряжения. Здесь все очень просто. Для того, чтобы определить, какой суффикс «причастие» написать, мы должны в первую очередь понять, что это за причастие. Настоящего времени или прошедшего времени. Потому что правописание причастия настоящего времени, действительных, страдательных определяется спряжением глаголов. И как ты думаешь, какие гласные могут быть в суффиксах причастий? Конечно же, те же самые, что могут встречаться и в личных окончаниях глаголов. «Целую, милая». Если мы видим, что причастие имеет суффикс «ющ», «целую», «е-у-ю», это автоматически означает, что оно не может быть образовано от глагола второго спряжения, только первого. Потому что «е-у-ю» для первого спряжения. И это действительное причастие настоящего времени образовано от глагола «та-ядь» первого спряжения. Именно поэтому здесь суффикс «ющ», а не «ящ». Разорванный. Гласное перед суффиксом «нн» в причастии определяется инфинитивной формой «разорвать», сохраняется гласное «а». Я уже сказала, что по спряжению глагола мы определяем, как будем писать причастие настоящего времени. А что ж там с причастиями прошедшего времени? Ведь есть действительные причастия прошедшего времени, и там встречается суффикс «в-ша». Есть страдательные причастия прошедшего времени, и там как раз встречается суффикс «двойная-н». Так что ж там писать? А вот там мы действительно уже не определяем спряжение глагола, от которого образовано это причастие. Все, что нам нужно понять, какая гласная стоит перед тем в инфинитиве и написать ее же, ну, чаще всего. И действительно, разорванный – это страдательное причастие прошедшего времени. И правописание гласной перед двойной n определяется инфинитивом. Разорвать, поэтому разорванный. Мы сохраняем а, и это факт. Здесь мы не определяем спряжение глагола. Еще лечащий – правописание суффикса ащ в причастие определяется спряжением глагола лечить. Глагол первого спряжения сразу минус. Лечить – глагол наить. Это глагол второго спряжения. Поэтому и суффикс причастия ащ целую, милая, иая только для второго спряжения. Поэтому третий вариант ответа нам не подходит. Спряжение глаголов нужно знать для того, чтобы еще и правильно причастие, деепричастие писать в том числе. Движимый, страдательном причастии настоящего времени пишется суффикс им, так как причастие образовано от глагола второго спряжения. И мы сразу это понимаем. Потому что если мы видим в причастии, причем это страдательное причастие настоящего времени, мы видим суффикс им и в суффиксе, то это причастие автоматически образовано только от глагола второго спряжения. Возможно, здесь возник вопрос. А от какого глагола второго спряжения? Глагола двигать, что ли? Да к двигать же первого спряжения. На самом деле причастие движимый образовано от архаичного, то есть устаревшего глагола движите. И это изначально глагол второго спряжения. Просто мы этот глагол больше не употребляем в повседневной речи, и поэтому мы и не знаем его. Но на самом деле оно именно так. И поэтому причастие пишется суффиксом им, потому что оно действительно образовано от глагола второго спряжения, по-другому быть не может. Ну и последний вариант. Растопленная печь. Гласное перед нн. В причастие определяется инфинитивной формой растопить. Сохраняется гласное а или я. Во всех остальных случаях пишется я. Вот оно правило, которое касается правописания страдательных причастий прошедшего времени. В страдательных причастиях прошедшего времени перед двойной нн никогда не может стоять гласное и. Вообще никогда. Либо а, я, если это причастие образовано от глаголов на ать, ять. Либо е, если причастие образовано от глаголов на еть и наить. Все остального быть не может. И здесь действительно мы наблюдаем растопленная правописание с е, потому что от глагола растопить и быть не может страдателем причастия прошедшего времени. И да, это то правило, которое обязательно нужно запомнить, именно про правописание страдательных причастий прошедшего времени. И поэтому наш ответ в этом задании 2, 4 и 5. Следующее задание, которое мы решим, также орфографический анализ. И снова тренируемся. В действительном причастии настоящего времени пишется суффикс ащ, так как оно образовано от глагола второго споряжения. Но это действительное причастие настоящего времени, потому что там мы и наблюдаем эти формообразующие суффиксы ащ, ящ, ущ, ющ, и по-любому образовано от глагола второго споряжения, потому что здесь суффикс ащ. Помнишь? Целую, милая. И действительно образовано оно от глагола маячить наить, значит, это точно второе споряжение, и мы себе же доказали, что здесь действительно суффикс ащ, и это абсолютно объективно. Нарисованный в действительном причастии прошедшего времени перед нн пишется та же гласная, что в инфинитиве перед си, не согласна с этим правилом. А все почему? Потому что это не действительное причастие, а страдательное причастие прошедшего времени. Действительное причастие обозначают признак предмета по действию, причем предмет сам выполняет это действие. К примеру, читающий мальчик, читавший мальчик. Мальчик сам читает или читал. Но страдательное причастие также обозначают признак предмета по действию, причем над предметом это действие выполняется. Предмет страдает. Мальчик читал книгу, и эта книга стала прочитанной. книга пострадала потому что мальчик где-то помял странички мальчик что-то где-то начеркал и книга пострадала страдательное причастие потому что книга сама это действие не выполняла нарисованный сам себя что ли нарисовал нет его нарисовали это только страдательное причастие прошедшего времени и мы действительно здесь пишем его таким образом потому что мы должны определить написание страдательного причастия прошедшего времени инфинитивной формой глагола. Мы пишем перед НН ту же гласную, что стоит перед ТЕ в инфинитиве. Поэтому нет, второй вариант ответа не подходит. Третий, желаемый. В суффиксе страдательного причастия настоящего времени пишется Е, так как оно образовано от глагола первого спряжения. Здесь согласно 100%. Желаемый – это действительно страдательное причастие настоящего времени. И мы наблюдаем суффикс Е, потому что от глагола желать, что делать глагол на АТЬ. И мы в целом сразу же увидели этот суффикс Е, который может быть только в страдательных причастиях, которые образованы от глагола первого спряжения. 100%. Это страдательное причастие настоящего времени, поэтому правописание его мы определяем спряжением глагола, от которого это причастие образовано. Еще веревший перед ВШ в действительном причастии прошедшего времени пишется та же гласная, что и в инфинитиве. Конечно же, это правило тоже верно. Оно существует. Еще раз скажу. Для того, чтобы определить, как писать причастие, мы должны понимать, это причастие настоящего времени или прошедшего. Для настоящего времени, что для действительного причастия, что для страдательного причастия, мы должны знать спряжение глагола, которого это причастие образовано. А для причастия в прошедшем времени нам спряжение не нужно. Мы пишем чаще всего тот же гласный, что стоит перед тем, в инфинитиве. И здесь мы наблюдаем формообразующий суффикс «выша» действительного причастия прошедшего времени. И почему мы написали «веривший», а не «веревший», например? Потому что образовано от глагола «верить» и «передсе» гласный «и». Поэтому здесь же в причастии он сохраняется. Ну и последний, увлажняющий, в действительном причастии настоящего времени пишется суффикс «yush», так как оно образовано от глагола второго спряжения. Напиши, пожалуйста, в комментариях, как ты считаешь, правильно или нет? Конечно же, нет. Потому что для глагола второго спряжения не могут быть гласные «е», «у», «ю» никогда. Увлажнять глагол «наять» исключительно первого спряжения. Поэтому не подходит. Наш ответ здесь – 1, 3 и 4. Можем себя перепроверить? Да. Очень важно обращать внимание на правописание глаголов и глагольных форм. Это одна из топовых тем. И по-любому будет на экзамене. Поэтому, если вы до сих пор затрудняетесь, как писать глаголы, как определять спряжение глаголов? Во-первых, я надеюсь, что я смогла объяснить, как определить спряжение. И, во-вторых, нужно возвращаться, нужно больше практиковаться для того, чтобы было легче. Правописание глагольных форм тоже зависит часто от спряжения глагола, от которого эта глагольная форма происходит, не всегда, но часто. Если это причастие настоящего времени, действительно или страдателя, определяем спряжение. Если это причастие прошедшего времени, действительно или страдателя, определяем форму инфинитива. И уже оттуда пляшем, какой же гласный написать в суффиксе или перед формообразующим суффиксом. Еще задание. Калышет. В безударном суффиксе глагола пишется буква Е, так как глагол первого спряжения. До свидания. Ед – это личное окончание глагола первого спряжения, но не суффикс. А окончание – это изменяемая часть слова. Калышет, колышут. Далее. Прячущийся. Правописание суффикса УЩ в глаголе определяется спряжением глагола прятать. До свидания. Потому что прячущийся, что делающий – это причастие, не глагол ни в коем случае. Засеют в форме третьего лица множественного числа глагола первого спряжения пишется окончание ЮТ. Здесь согласно засеять, поэтому засеют. Абсолютно верно. Целую, ЕУЮ – гласные, которые могут быть в окончаниях глаголов. Взлелеянный – гласное перед суффиксом НН в глаголе определяется инфинитивной формой. До свидания. Это страдательное причастие прошедшего времени. Это никакой не глагол. И действительно, здесь мы пишем суффикс Я перед двойной Н, потому что образовано от глагола взлелеять, а мы гласный Я перед ТЕ в инфинитиве сохраняем для страдательных причастий прошедшего времени. Они любят в безударном окончании глагола третьего лица множественного числа. Действительно, это третье лицо множественное число, потому что местоимение Они здесь. Пишется буква Я, так как глагол второго спряжения. Это факт. Любить в глагол на ИТЬ, поэтому любят. Наш ответ исключительно 3 и 5. Стало понятнее, как определить спряжение глаголов, правописание суффиксов, причастий. Пиши комментарии, для меня твоя обратная связь очень важна. И еще одна тема, которую мы изучим, это правописание производных предлогов. Это тоже одна из самых сложных тем, которые изучаются в седьмом классе. И мы должны четко понимать, что есть так называемая амонимия. То есть порой мы не знаем, как написать то или иное слово, потому что не понимаем его значение, не понимаем его употребление. А вот именно от этого зависит часть речи этого слова и, конечно, правописание этого слова. Прямо сейчас мы рассмотрим самые частые производные предлоги, которые встречаются в ОГЭ по русскому языку. И правописание которых обязательно нужно знать. Часто мы не понимаем, как написать в течение и или в течение е, в продолжении и или в продолжении е, в заключении и или в заключении е, в следствии и или в следствии е слитно, несмотря раздельно или несмотря на слитно. Вот в этом случае мы и говорим про амонимию. Причем в течение и, в течение е оба варианта верны. Но нужно понимать, что это за часть речи, для того, чтобы определить написание этого слова. К примеру, в течение и с и на конце мы можем написать только в том случае, если перед нами существительное с предлога. И если речь идет о какой-то воде. В течение реки, в течение океана, ну и в течение любого водоема, где есть течение, где есть вода. Более того, в течение и с и на конце мы пишем в том случае, если речь идет, к примеру, о болезни. Течение болезни. Это конкретное существительное, которое употребляется в этом контексте Поэтому в течение и болезни тоже сказать можно К примеру, в течение болезни произошел перелом Еще раз, в течение и либо реки, океана, либо в течение и болезни Но если вдруг мы понимаем, что здесь временное значение То только в течение с е на конце И это производный предлог Почему это производный предлог? А потому что он образован от существительного Вот что такое производные предлоги То есть предлоги, которые стали предлогами Произошла субстантивация Переход из одной части речи в другую В течение мы напишем при временном значении К примеру, в течение жизни, в течение урока, в течение вебинара, в течение дня и так далее И это уже производный предлог со значением времени Далее, в продолжении и Если речь идет о конкретном продолжении Например, была первая часть Гарри Поттера Вышла вторая часть Гарри Поттера Потом третья часть Гарри Поттера и так далее Вот тогда мы можем использовать в продолжении и как существительное с предлога В продолжении и книги, в продолжении и сериала, в продолжении и фильма Если выходят следующие части, то есть продолжение Но в продолжении урока и снова это временное значение То есть то же самое, что в течение, только в продолжении Это два производных предлога, которые являются синонимичными То есть они имеют одинаковое значение В течение года, в продолжении года, в течение урока, в продолжении урока Правописание производных предлогов мы запоминаем Потому что предлог это неизменяемая часть речи Еще в заключении и мы можем написать в том случае, если это последняя часть К примеру, я написала мою диссертацию И в моей диссертации есть прямо конкретная глава, которая называется заключение И я пишу В заключении и диссертации были сделаны следующие выводы Потому что это прямо глава моей диссертации, которая называется заключение Либо человек может находиться в заключении и, то есть в тюрьме Но в заключении и это производный предлог, который означает в конце К примеру, в заключении и хочу всех поблагодарить В заключении и хотелось бы сказать и так далее И это уже производный предлог И его правописание мы четко запоминаем Еще в следствии и мы можем написать и на конце, если это существительное с предлога Здесь расследование, значение расследования В следствии была допущена ошибка То есть кто-то вел следствие и там в этом следствии нашли ошибку И здесь существительное с предлогом и да, мы видим и на конце Потому что это существительное с предлога Но если перед нами производный предлог В следствии, который мы можем заменить с анонимичным из-за То только слитно и только с е на конце В следствии непогоды праздник отменили Или из-за непогоды праздник отменили Если в первом случае невозможна замена на из-за Из-за была допущена ошибка, бред какой-то А вот во втором случае, когда это производный предлог Который мы можем заменить с анонимичным из-за то мы пишем исключительно так. Про вописание этого предлога мы запоминаем. Ну и последний. Несмотря. Несмотря может быть дейпричастие с частицей. А мы знаем, что дейпричастие с частицей не пишется раздельно. И вот если прямое значение смотреть, прямое значение какого-то действия, то мы пишем раздельно. И говорим о том, что это дейпричастие с частицей не. Несмотря в тетрадь, несмотря по сторонам. То есть человек действительно идет и не смотрит. Это значение действия, это прямое значение. Но если мы наблюдаем значение вопреки, то это уже производный предлог. И правописание этого производного предлога, несмотря на, мы четко запоминаем. Несмотря на жару, несмотря на непогоду, несмотря на отсутствие мотивации и так далее. Несмотря на, в значении вопреки, это уже производный предлог. И правописание этого производного предлога мы запоминаем. На самом деле, есть и другие производные предлоги, правописание которых нужно обязательно запомнить. Но это основные. Вот эти предлоги встречаются в ОГЭ по русскому языку, и мы должны четко знать, что они означают. Мы должны их различать в предложении и, конечно же, правильно употреблять. Запоминаем, в течение и либо вода, либо болезнь. В течение е это временное значение, в течение года, в течение жизни. В продолжении и книги, сериалы, фильма, либо в продолжении е снова временное значение. Синонимичен предлогу в течение, в продолжении урока, в продолжении жизни, в продолжении года. В заключении и либо диссертации, либо в заключении, то есть в тюрьме. В заключении е, то есть в конце, это уже производный предлог, запоминаем его правописание. В следствии и в расследовании, а в следствии е слит на и с е на конце. И вот эти производные предлоги встречаются. Теперь еще одно задание на закрепление. Итак, снова ищем верное объяснение. В заключении и юриста, здесь существительное с непроизводным предлогом пишется раздельно, согласно. В заключении е, вспомни, это в конце, а здесь заключение юриста. И это действительно существительное с непроизводным предлогом в, и действительно это раздельное написание с и на конце. В течение е долгого времени. Производный предлог с значением времени пишется раздельно с е на конце, согласно на 100%. в течение я здесь водички нет никуда не идти в приставке не отрицательного наречия пишем и так как ударение падает на гласную в приставке здесь неверно кстати эта тема тоже проходится в седьмом классе в данном случае мы видим что ударение падает на конец слова никуда именно поэтому в приставке этого отрицательного наречия мы пишем и вспомни приставка не всегда под ударение Пересеянный в прилагательных прошедшего времени сразу мимо Пересеянный это только причастие, причем страдательное причастие прошедшего времени Здесь перед суффиксом нн мы пишем ту же гласную, что стоит перед всем в инфинитиве Это не прилагательное Ну и последнее, вследствие урагана Производный предлог пишется слитно, согласно Чрезвычайно важно понимать, что такое производный предлог И как правильно его писать и отличать от других частей речи Потому что производные предлоги, как я уже и сказала ранее Будут встречаться и в наших письменных работах, то есть в изложении и в сочинении И более того, производные предлоги часто включаются и в орфографический анализ Поэтому вспоминаем эту тему и, конечно же, обязательно имеем в виду Что производные предлоги и их правописание мы должны просто знать, просто запоминать Таким образом, сегодня мы разобрали прямо такие сложные темы 7 класса Надеюсь, что видео оказалось для тебя полезным Обязательно ставь лайк, обязательно пиши комментарий Для меня это очень важно Ну и, конечно, жду твоих пожеланий Какие еще темы интересные? Пиши в комментариях С тобой была Настя Гласная, преподаватель русского языка в онлайн-школе Умскул Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok